Трудные места с порталом Экзегет Ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Какое красивое выражение, ну, как-то малопонятное. Ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Да, вот это я понимаю, и я думаю, достаточно хорошо понятно, что Бог любит нас, и если мы его любим и соединяемся со Христом, то эту любовь ничто не нарушит. Но что же может ее нарушить, вот так, по мнению некоторых, да? Ни смерть, ни жизнь. Ну, смерть, понятно, физическая, жизнь, наверное, тоже понятно. В жизни много ведь всего происходит, очень часто, как сказать, жизнь заела, да, жизнь закрутила. Вот этого тоже не произойдет. А дальше странно, ни ангела, ни начало, ни силы. Ну, и дальше набор каких-то таких вот глобальных вещей. Ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, да, то есть вот и время, и пространство, как мы бы это сказали. На более современном языке никакая другая тварь, то есть ничто из сотворенного нас не отлучит. Ни времени, ни пространство, ни физическая смерть, ни жизнь в мире полном забот не разделяет нас с Богом. Ни ангелы, ни начало, ни силы. Какие начало, какие силы. Довольно странное выражение. И в греческом оригинале тоже такие выражения есть. Уты ангелы, уты архаи, уты энестото. Ну, вот силы здесь нету в критическом варианте текста, а варианте, который есть в византийских рукописах, там еще дюнамейс, архаи дюнамейс. Что это такое? Ну, можно заглянуть, допустим, в первое послание Коринфянам, 15 глава, 24 стих. Там об этом тоже что-то такое сказано. И сказано не совсем так, как здесь, но, пожалуй, более определенно. И там идет речь про второе предшествие Христа. И, соответственно, мы читаем. Затем, наконец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ага, значит, это политика. Понятно, никакие власти не смогут нас отлучить от Бога. Ну, Римская империя, которая была враждебна христианам и во времена Павла уже была, конечно, она будет пытаться людей каким-то образом от христианства отвлечь наказаниями, угрозами или, наоборот, щедрыми посулами, но не удастся этого. Ангел это здесь при чем? И когда придет Христос, то, придав власть Отцу, Он упразднит всякую власть. Ну, как-то только проземную власть, ну, понятно, что уже ее не будет, не будет государственных каких-то структур и прочего. Может быть, имеется в виду все-таки некоторые духовные начала и силы. Что это? Ну, вообще говоря, конечно, единобожие даже в иудаизме вовсе не подразумевало, что кроме Бога других сущностей нет совсем. Оно подразумевало, что Бог — это главная духовная сила, что, безусловно, все подчинено Ему, но ангелология своя была в иудаизме, есть и в христианстве она, безусловно, да и во многих других религиях. И в том числе начало и силы — это название некоторых ангельских сущностей. То есть, вот как их назвать? Ну, какие подобрать слова для некоторых сверхъестественных сущностей, которые присутствуют в мире, но не называются вот как, я не знаю, там, животные, там, собака, кошка, лошадь, овца, да? И вот нет у них внешних признаков, которые можно классифицировать. Чем овца от козы отличаются, да, легко мы опишем. А чем отличается один ангел от другого? Ну, нету этой классификации, да? Есть какие-то высокие слова, назовем их так, начало, силы. Понятно, то, с чем человек взаимодействует, и что, в общем, на него может определенным образом повлиять. Но почему же они не могут отлучить от любви Божьей? Если ангелы, то они вроде как Богу подчинены. С какой стати они будут отлучать? Но, видимо, дело в том, что достаточно часто в иудаизме того времени, и не только иудаизме, и не только того, почитание ангелов, о котором, кстати, Павел упоминает тоже несколько раз, оно становится своего рода самодостаточным. Ну, как, входить к Богу со своими просьбами вроде как неловко, да? Он единый, он творец мира. А вот просить ангелов о помощи в разных житейских делах, это очень хорошо и просто получается. Допустим, у вас есть знакомый полковник полиции. В случае каких-то неприятностей, не дай бог, вы будете с ним связываться, а не писать сразу на имя президента или Верховного суда, да? Ну, потому что до него добраться-то проще, да? Телефон-то его есть в кармане. Он как-то посодействует. И по той же самой логике очень часто люди, которые верят в Бога, я не говорю язычники, там с этим все понятно, они договариваются с теми, кто пониже, чем Бог, да? Со всякими духовными сущностями. А почему же это отлучает от любви Божьей? А ровно потому, что, ну, тогда нам Бог не очень нужен, правда? Если у нас есть свой начальничек, да, своя власть, своя сила, где-то вот там, и мы можем попросить и уладят, да, то единый Бог как бы на втором плане. И, по сути дела, он уже... Нам не очень важно, любит ли он нас, мы сами его не очень любим, мы договариваемся на низшем уровне. И подобное почитание ангелов или святых, кстати, да, я не говорю, что почитание святых, это плохо, но вполне встречаются ситуации, когда святых-то почитают, но в народном таком варианте христианства они, в общем, заменяют собой каких-то языческих божеств, каждый из них заведует своей областью жизни, кому там надо молиться, чтобы корова выздоровела, кому там надо молиться, чтобы детей нарожать, а кому там надо молиться, чтобы, я не знаю, там, лето было хорошим, недождливым, да? И вот у них у всех есть такая своя сфера по принадлежности, они начало, они силы, которые вмешиваются в нашу жизнь, могут либо испортить всё, либо наоборот помочь, мы с ними взаимодействуем, а любовь, Боже, где? Нету её, не осталось, потому что, собственно говоря, это уже не очень важно, все мы в хозяйственных заботах. Вот, наверное, так это и имеется в виду, потому что это была довольно широкая практика вудаизме того времени, существовали всякие амулеты, обереги, ну, и потом они, и по всю пору они существуют массово, да? И заклинания, которые призывали разного рода ангельские силы на помощь в разных ситуациях. И вот если у человека есть любовь Божья через Христа Иисуса, да, тогда не то чтобы ему ангелы безразличны, но тогда он к ним и относится немножечко по-другому, да? Они занимают его картине мира какое-то совершенно иное место, и от любви Божьей его не отлучают. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.